Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, у микрофона Владимир Сметалин Я приветствую вас и приветствую наших гостей Это Надежда Буркова, заведующая организационно-методическим отделом Кировского областного клинического онкологического диспансера Надежда, добрый день Добрый день И Евгений Глушков, главный онколог Министерства здравоохранения Кировской области Добрый день Повод у нас для сегодняшней беседы такой торжественный и радостный Это 70-летие онкологической службы Кировской области Речь идет о том, что ровно 70 лет назад Наш онкологический диспансер стал отдельным самостоятельным учреждением здравоохранения Я думаю, начнем с поздравлений своих коллег, себя любимых Можно это сделать Вам сегодня позволено все В связи со знаменательной датой Конечно, хочется поблагодарить правительство Кировской области В лице Дмитрия Александровича Курдюмова Заместителя председателя правительства Также исполняющего обязанности министра здравоохранения Кировской области Андрея Венеминовича Черняева А также нашего главного врача Набатова Игоря Федоровича Кроме того, хочется поздравить всех сотрудников с приближающейся датой За их тяжелый труд повседневный За помощь онкологическим пациентам в борьбе с их нелегким недугом За ваш ежедневный труд Но тут надо понимать, что во время нашего общения Такого разговора работа продолжается Не только в диспансерии И в учреждениях непосредственно связанных То есть непосредственно на оказание помощи Оно вот сейчас в данные минуты происходит Конечно Надежда Мне бы тоже хотелось присоединиться к поздравлениям Евгений Александрович сказал очень хорошие, добрые слова Помимо того, что нам очень помогают и правительство, и министерство Конечно, большую роль играют наши ветераны Которые стояли у истоков нашей службы И, конечно, им отдельное спасибо Потому что до сих пор они оказывают свою поддержку, свою помощь Любой из врачей может обратиться к своим ветеранам Которые очень много знают Очень большой опыт имеют И, конечно, и тем, кто сейчас работает А у нас сейчас тоже работает несколько ветеранов в службе То есть врачи, которые стажисты, работают очень много лет Люди так солидного возраста, с большим опытом Обязательно И сейчас они являются наставниками для молодого поколения Очень много молодых перспективных специалистов приходит на работу И все они очень многому учатся у как раз наших ветеранов Я так понимаю, что онкосфера, она одна из самых динамично развивающихся И, наверное, где-то возникает момент, когда ветераны, старожилы Они уже в какой-то степени недопонимания у них возникают, нет? Или они стараются быть в курсе всех происходящих событий? Здесь надо сказать, что тут очень большой удел отдается науке То есть у нас в онкодиспенсере работают два доктора наук Четыре кандидата наук, которые постоянно совершенствуются Постоянно вносят какие-то новшества в оказание онкологической помощи В оперативной технике, в системе химиотерапии, лучевой терапии То есть обучение идет непрерывно медицинского персонала в этом случае Онкология, как и любая специальность, не только медицинская, а вообще любая профессия Она же предполагает, что развитие идет постоянно и непрерывно Но какая-то база и основа, она остается незыблемой Поэтому основы, они все равно никуда не денутся То есть это же морфология заболевания Какие-то основные этапы развития этой же самой опухоли Они никуда не деваются, да, меняются оперативные техники Меняются диагностические там лечебные процедуры, методики Все совершенствуется, но база есть база Поэтому ветераны, конечно, они оказывают большую поддержку И в плане базовой основы это замечательная поддержка И опора, и основа, они всегда помогают Безусловно, современная онкологическая служба нашего региона Существенно отличается от того, что было 10-20, уж тем более 70 лет назад Когда вот у истока все это еще начиналось Давайте немножко по истории пройдем Официальная история говорит о том, что еще до войны первая помощь в этой сфере начала оказываться А, собственно, официальное основание это 1947 год Давайте пройдемся по основным вехам, этапам развития онкологической службы Наверное, надо сказать, что онкологическая служба в Кировской области начала развиваться еще в 40-е годы То есть это было действительно до войны И представлена она была онкологическим кабинетом Доктор принимал население с какими-то проблемами онкологического плана В то время диагностика была не так развита С проблемами обращался, а потом уже выяснялось, что тут такого рода Все правильно Ну, как правило, к врачу-онкологу приходят уже люди, которые Ну, там, допустим, у терапевта побывали еще у какого-то специалиста У которого уже есть какие-то предпосылки, что там, возможно, есть онкологическое заболевание Он уже приходит к онкологу как к специалисту, который действительно может это уже подтвердить Либо опровергнуть Конечно, служба была представлена только одним кабинетом Это было очень мало Ну, и диагностика в то время была не так сильно развита Поэтому пациентов таких было не так много И действительно, в 1947 году официально было принято решение Постановлением облсполкова на тот момент В современной структуре-то Минздрав Ну да, правительство, наверное, даже Облздравотдел Да, конечно, что было выделено отдельное помещение на Энгельса-80 Где был открыт и поликлиника, и была первая операционная И было несколько, по-моему, 35 коек Отделение на 35 коек И вот уже с того времени служба стала динамично развиваться Первым главным врачом у нас был Дернов Не помню, как это было Ничего Значит, ну и где-то вот с 50-х, 60-х годов Онкологический диспансер уже и как онкологическая служба Стала развиваться более динамично Там уже начали открываться онкопункты в районах области И появляться стали онкологические койки При центральных районных больницах Это были крупные больницы Слободской, Вятские Поляны, Котельнички, Равчепецк То есть это были крупные больницы все-таки Несколько раз онкологический диспансер переезжал с места на место На большевиков 55 было здание тоже Там уже была и рентгеновская служба была представлена Уже начиналась радиологическая служба развиваться То есть уже и диагностика стала более качественной и точной И лечение стало уже более таким, ну скажем, методики новые начали применяться Впервые у нас здесь в Кировской области Сейчас точно не скажу, конечно, год У нас была произведена пересадка отологичного костного мозга То есть это было в северо-западном округе Это было вообще просто прорывом Уникальное явление, да? Да, обязательно Это было прорывом в онкологической науке И даже это транслировалось за границей Вот то, что у нас здесь были операции, эти проводились Сейчас, конечно, в 1987 году Это у нас знаковое событие, когда Тоже как раз 30 лет Да, это было знаковое событие, когда Как раз было открыто современное здание онкодиспансера Которое расположено вот сейчас по адресу проспект строителей 23 Это было огромное здание 9 этажей стационарных Плюс поликлиника И там уже оказывалась вся специализированная помощь онкологическая С того времени и до сегодняшнего момента Вся специализированная онкологическая помощь Оказывается только в нашем онкологическом диспансере На сегодняшний момент, помимо нашего диспансера Онкологическая служба области Представлена 23 первичными онкологическими кабинетами Это центральные районные больницы И поликлиники города Кирова 23? Ну, 23, да Это официально открытых, где есть врачи-онкологи Либо ответственные за онкологическую службу Планы по расширению есть? Обязательно Я вам даже сейчас могу сказать Ну, о планах мы отдельно, конечно, поговорим И у нас существует трехуровневая общая система оказания помощи пациентам онкологического профиля Это вот первичные онкологические кабинеты Их 23 12 межрайонных онкологических центров Которые основаны на базе крупных центральных районных больниц И на базе двух поликлиник Поликлиник это ККДЦ Кировский клиникодиагностический центр И 7-я городская больница города Кирова И наша специализированная помощь в онкологическом диспансере представлена То есть можно уверенно сказать, что вся Кировская область Она находится в этой системе И житель любого района Конечно Может обратиться либо по месту жительства Если есть, да, перевычный онкокабинет Либо межрайонный какой-то отдел Все правильно Все находится под контролем Тут отработана маршрутизация Как раз, как Надежда Анатольевна сказала С недавнего времени существует трехуровневая система Организации онкологической службы Простите, а можем обозначить, от сколько лет это было? Это буквально Когда было начало положено? 2010-2010 год То есть это было принято Достаточно недавно Но нужно сказать, что вот такая система Она позволила отработать маршрутизацию пациентов То есть чтобы пациенты не гуляли От первичного звена сразу же до областного учреждения А проходили поэтапное обследование У докторов первичного звена Через онкологический кабинет И поступали уже для оказания специализированной медицинской помощи Уже в стенах онкодиспансера Сейчас можно сказать, что у нас работает онкодиспансер по 9 профилям То есть это и хирургическое таракальное отделение, онкологическое таракальное отделение, отделение абдоминальной онкологии, отделение онкомомологии, онкоурологическое отделение, онкогинекологическое отделение, отделение патологии головы и шеи, радиология, отделение химиотерапии круглосуточной и дневной стационар и поликлиническое отделение. — Этого достаточно на сегодняшний момент? Или, опять же, планы создания новых отделений, внедрения еще какой-то специфики? И в сравнении с соседними крупными городами? Мы здесь на каком месте находимся? — Здесь очень тесно вопрос граничит с коечным фондом, во-первых, и возможности реализовать специализированную помощь именно в онкодиспансере. То есть если мы говорим о том, чтобы расширяться в плане коечного фонда, то мы должны понимать, что этот вопрос будет решаться только если мы сможем реализовать специализированную помощь, включая хирургическое лечение, химиотерапевтическое и радиологическую помощь. Именно в числе той же самой оперативной активности, химиотерапии и радиологии. То есть нужно, получается, больше оказывать объемов медицинской помощи. — Это все возможно, на самом деле, потому что в этом году наш диспансер получил лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. — Это впервые, кстати, поясните? — Да. — Впервые произошло? — Да. Операции высокотехнологичные... — Если я не ошибаюсь, ставит нас в один ряд с одними из ведущих учреждений здравоохранения такого уровня. — Обязательно. Кировский онкологический диспансер на самом деле занимает очень неплохое место и среди Приволжского федерального округа учреждений онкологического вот такой направленности и вообще в России. Мы даже где-то так ближе, наверное, к лидерам находимся по методикам, по диагностике, которая у нас здесь в онкологическом диспансере осуществляется. Вот что даёт лицензия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи? В этом году у нас запланировано 250 провести операции. То есть высокотехнологичная помощь — это операции высокопрофессионального уровня, так скажем, чтобы было понятно людям. Это операции технологически сложные. Ну, наверное, даже лучше скажется, Евгений Александрович. — Главный онколог, Министерство здравоохранения. — Нужно сказать, что... — Вы, собственно, непосредственно оперируете. — Конечно, я абдоминальный хирург, то есть ежедневно провожу операцию. Значит, нужно сказать, что с 2014 года произошла закупка оборудования, то есть, опять же, благодаря нашему правительству, Министерству здравоохранения и настойчивости наших главных врачей, в том, что закуплено было оборудование для как раз оказания высокотехнологичных операций, которые включают в себя органосохраняющее лечение. Это в первую очередь, потому что, как мы знаем, сейчас требования к оказанию онкологической помощи, они очень высокие и требуют не только излечения пациента от злокачественного новообразования, но и повышения качества жизни в дальнейшем. — А это напрямую зависит от того, на каком уровне оказана медицинская помощь. То есть, если раньше выполнялись большие, обширные операции, они, конечно, сейчас тоже выполняются, но сейчас с оказанием химиотерапевтического способия, лучевой терапии, возможно выполнять операции не в ущерб онкологическим принципам, но с сохранением части органа. Это основное условие при оказании высокотехнологичной помощи. — И за этим строго следится? — Конечно, конечно. То есть, постоянно проводится экспертиза всех законченных случаев истории болезни, то есть пациенты постоянно мониторируются, отчетная информация всегда предоставляется экспертам. — Так, вернемся дальше еще к получению лицензии на высокотехнологичную помощь. — Так вот, как раз-таки, да. Высокотехнологичная помощь открывает нам новые горизонты в том плане, что мы имеем право оказывать такую помощь пациентам из других регионов. — А вот как раз недавно было руководством области заявлено, что неплохо бы привлекать пациентов из субъектов федерации. — Обязательно. На сегодняшний день у нас бывают пациенты из соседних регионов, и сейчас у нас как раз ведется такая большая компания информационная, немножко даже рекламная. — За пределами области? — Конечно, и за пределами области, и в области. — Да, у нас на сайте представлена информация, представлена информация на сайте Министерства здравоохранения Кировской области, и у нас разработаны брошюры. Сейчас вот к 70-летию нашей службы вышел онкологический вестник, Приволжский онкологический вестник, в котором тоже размещена информация о нашем онкодиспансере с нашими возможностями. То есть мы пытаемся привлечь пациентов из соседних регионов для того, чтобы вот это как раз будет расширять возможности, объемы помощи. — Мы стараемся задействовать максимально средства массовой информации, поскольку пациенты из соседних регионов, они уже давно обращаются к нам за оказанием специализированной помощи. — Но мы к оказанию высокотехнологичной помощи стали готовы совершенно недавно. — И это в первую очередь оборудование? — Это в первую очередь, конечно же, оборудование, потому что без определенного оснащения эту помощь оказать практически невозможно. — От персонала это что потребовало? — Ну, без обучения? — Ну, конечно, без оборудования, без квалифицированного персонала такое невозможно. — У нас постоянно ведется обучение, мастер-классы, то есть специалисты с федеральных учреждений, с Казани, Нижний Новгород, Москва. — Москва, да, то есть постоянно приглашают наших докторов на проведение мастер-классов. — И к нам сюда приезжают, обучающие конференции, курсы. К нам приезжают, консультируют в непрерывном режиме, что позволяет, в общем-то, нам двигаться в шаг именно с этими учреждениями. — Онлайн-связь, видеосвязь? — Безусловно, то есть видеоселекторные совещания. Это проводится все для того, чтобы наша служба Кировской области, онкологическая, могла приближаться к службе федеральных округов. — А давайте перечислим, сколько сейчас докторов в диспансере, званий их, профессоров. — В настоящий момент в диспансере у нас работает 40 онкологов. — Всего 96 врачей? — Всего 96 врачей, да, 40 онкологов. Всего в Кировской области на конец 2016 года 53 онколога было. Значит, 8 отличников здравоохранения. — Два заслуженных врача Российской Федерации у нас работают на сегодняшний день. — Повторюсь, два доктора наук работают, четыре кандидата медицинских наук. — Есть потребность в том, чтобы пополнялись кадры? — Обязательно. Потребность есть всегда. — И каким образом, собственно, это пополнение происходит и будет происходить? — Ну, это в первую очередь проводится за счет выделения мест на ординатуру онкологии. То есть ежегодно выделяются бюджетные места за счет федерального бюджета, при котором на базе онкодиспансера организована кафедра онкологии, где специалисты как раз проходят обучение. В дальнейшем специалисты работают либо в районе, либо в стенах онкодиспансера. — В настоящее время такие новички, новая кровь, она присутствует? — Конечно, безусловно. — Да, приходят каждый год новые доктора. — Ежегодно новые доктора, да, работают. — И очень такие целеустремленные, заинтересованные в профессии, и глаза горят, и это очень радует. — Наш медуниверситет — это основная кузница кадров, если так говорить? — В основном, да. — Или из других регионов? — В основном, да. То есть основная масса медицинских работников, которые у нас работают в онкодиспансере, это как раз выпускники Кировской государственной медицинской академии, Медицинского университета, прошу прощения. — Хотелось бы, чтобы вы еще рассказали о тех новшествах, которые произошли в Кировском онкодиспансере. — А можно еще немножко все-таки про людей, про наших рассказать? — Да, это и их праздник тоже. — Потому что кадры решают все на самом деле, и, например, Кировский онкологический диспансер, может, один из немногих, если даже не ошибусь, по-моему, из 35 вообще в России, пора похвастаться тем, что у нас есть детский онколог. — Да, об этом тоже стоит. — То есть у нас очень опытный доктор, приятный. — Простите, простите, один? — Да. — Один детский онколог? — Да, но нам достаточно на самом деле, потому что детский онколог — это такая профессия, когда детки болеют, это всегда очень тяжело. — Безусловно. — Тем более, когда это заболевание онкологическое, это вдвойне тяжелее. И родителям, и поэтому доктор должен быть очень чутким, очень внимательным и очень понимающим проблему семьи. Поэтому наша доктор, она очень в этом отношении помогает своим пациентам маленьким и их родителям. Кроме того... — Опять же, со всей области. — Конечно, конечно. И не только из области, из соседних регионов к ней тоже приезжают. Опять же, в нашем онкодиспансере работает доктор-психотерапевт. С недавнего времени у нас открыта горячая линия с нашим доктором Амарой Ольгой Владимировной. Она консультирует пациентов по интересующим их вопросам. И не только пациентов, но и их родственников. Она проводит школы здоровья, она проводит групповые методы, использует индивидуальные методы в своей работе, индивидуально консультирует. То есть замечательный у нас доктор-психотерапевт. Можно обращаться. Ну и не могу не похвастаться, что, например, в 2015 году у нас наш эпидемиолог Леонора Викентьевна Бельтюкова заняла третье место в России в номинации «Лучший санитарный врач России». А в 2017 году Хлебникова Светлана Александровна, заведующая поликлиникой нашего онкодиспансера, заняла третье место тоже во всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший онколог России». То есть у нас замечательные кадры, и это очень хорошие учителя для молодого подрастающего поколения. Поэтому вот я хотела бы отметить вот этих врачей еще. Коллектив это, безусловно, так взбодрит, встряхивает, когда таких успехов и такое признание. Конечно. И молодежь видит, что раз врачи, которые, вот уже обладая таким опытом, имеют такие большие успехи и в России, так и у них есть стимул стремиться к лучшему. Давайте еще поговорим о тех изменениях, которые прошли в последнее время. Поговорили о закупках оборудования. Какие вот еще такие знаковые, ключевые моменты можно отметить? Это значит, что у нас внедрены с недавнего времени новые оперативные методики. То есть у нас начали проводиться радикальные простатоктомии. Пациенты со злокачественным новообразованием предстательной железы раньше на территории Кировской области лечились только лучевой терапией практически. Конечно, в стандарт это входит и не противоречит оперативной технике. Но тем не менее, по клиническим рекомендациям, есть группа пациентов, которые именно показаны радикальные простатоктомии. Кроме того, в связи с тем, что мы тесно контактируем с коллегами из других регионов, опять же, нам помогли внедрить в практику операцию расширенной гистеректомии с лимфоденектомией. Это операция Вертгейма при опухолевых заболеваниях женской половой сферы, а именно рака шейки матки. Кроме того, у нас проводится установка венозных портов для проведения системной химиотерапии. Это тоже можно отнести к высокотехнологичной помощи. Проводится, благодаря докторам наук, проводятся различные методики в абдоминальной хирургии, которые направлены на то, чтобы в отдалённом периоде у пациентов качество жизни было намного лучше, чем при оказании стандартных методик. Кроме того, нельзя сказать, конечно, и не упустите из внимания и про скрининг. То есть с недавнего времени в практику введена централизация жидкостной... С 1 января 2017 года. С 1 января 2017 года введена централизация скрининга рака шейки матки. Все заборы на цитологию при анализе смотрового кабинета проводится анализ внутри онкодиспансера. Этот скрининг он себя уже оправдал. То есть проведено уже около 160 тысяч этих исследований. И результат на самом деле очень хороший, эффективность высокая. Процент выявления и опухолевых заболеваний и фоновых заболеваний на 30% практически в плане внедрения скрининга и других заболеваний, в частности колоректального рака. Нужно помнить, что, конечно, не для всех локализаций онкопатологии принята скрининговая программа. И поэтому все-таки большую долю выявления онкозаболеваний ложится на врачей первичного звена, а именно на информирование пациентов о злокачественных новообразованиях, а также на высокую эрудированность врачей первого контакта, а именно врачей-хирургов, врачей-терапевтов, врачей общей практики, лор-врачей, дерматологов и так далее. Ну вот сейчас такая работа проводится, в том числе и благодаря вам. Когда именно врачи первичного звена должны максимально точно определять и управлять уже на дополнительные исследования. У нас проводится, в постоянном режиме проводится акция, называется «Онкопост». Да, вот я хотел отдельно, давайте напомним о сути «Онкопост». Да, то есть это массовая скрининговая программа, которая введена была с 2014 года. Заключается она в выездной комиссии, в которой главное участие, конечно, принимают врачи-онкологи, но тем не менее в составе комиссии выезжают и другие доктора, и те доктора лечебных учреждений, в которые выезжает акция «Онкопост». И в первую очередь это доктора тех учреждений, в которые мы выезжаем, с целью их обучить. Обучить, то есть и параллельно проводятся мастер-классы и обучающие конференции. Значит, нужно сказать, что с 2014 по 2017 год проведено 20 таких акций «Онкопост», в результате чего зафиксировано около 10 тысяч пациентов, из которых 20 пациентов уже получили специализированную помощь в онкодиспансере. То есть это те пациенты, у которых были выявлены в результате акции заболевания в плане онкопатологии. Акция «Онкопост» она бессрочная, насколько я понимаю? В настоящий момент сроки не имеют предела. На сегодняшний день акция запланирована, будет продолжаться. И в 2017 году запланировано еще как минимум два выезда. И в 2018 году эта акция будет продолжаться. То есть пока она востребована, это будет работать. То есть это все в рамках региональной программы онкологии. Нас остается не так много времени до конца беседы. Все-таки хотелось сейчас отдельно на планах сосредоточиться онкологической службы. То есть ближайшая перспектива. Что ожидать пациентам в том числе? В каком направлении расширение, новые виды помощи, новое оборудование опять-таки? Безусловно, это повышение качества онкологической помощи. То есть все равно, несмотря на то, что постоянно проводятся обучающие семинары, сертификационные циклы, онкологов все-таки недостаточно в Кировской области. Поэтому в планах укомплектовать все медицинские организации врачами и онкологами. В дальнейшем работа над показателями онкослужбы. Над эффективностью. На самом деле мы в этом году уже достигли определенных положительных результатов. У нас они пока медленно, но верно все-таки идут с положительной тенденцией к улучшению тех, которые надо улучшить. Но надо понимать просто, что наши показатели, они не быстро действующие. Это все-таки отдаленные результаты. Но мы над этим работаем. Я правильно, если неправильно, то уточните, понимаю, что число выявленных заболеваний такого рода увеличивается благодаря как раз-таки расширению возможностей, появлению нового оборудования, методик, диагностики и так далее? И это тоже. Здесь фактор тоже играет большой. Нужно сказать здесь, что методы лечения именно, они большую роль в онкологические показатели, как правило, не несут. Основная масса онкопатологии должна диагностироваться у врачей первичного звена. И около 50% злокачественных опухолей составляют у нас опухоли визуальной локализации, которые для диагностики не требуют, кроме... Больших усилий там? Никаких, да, никакого важного. Дополнительных, это затраты. Высокотехнологичного оборудования не требуют, а достаточно лишь тщательного осмотра и физикального обследования. То есть достаточно оперативно можно уже направить человека к соответствующим специалистам. Да, конечно, безусловно. Еще о планах, если есть что сказать. Очень большие планы по тому, что профилактика. Мы хотим, чтобы профилактически все-таки у нас развивалось это. И профилактические осмотры различные, которые проводятся в поликлиниках. И, конечно, хотелось бы уделить большое внимание диспансеризации определенных групп взрослого населения, которые сейчас достаточно эффективно у нас начинают работать. И это на самом деле очень хороший инструмент для того, чтобы выявлять не только онкологические заболевания, но в том числе и наши, и в ранних стадиях, что позволит нам и лучше пролечить качественные пациента. То есть мы даже его вылечить можем и улучшить его качество жизни и продлить его жизнь. То есть это вот как раз показатель долгосрочной, это выживаемость в течение пяти лет, десяти, пятнадцати и так далее. Вот, и поэтому я бы хотела призвать всех людей быть более ответственным к своему здоровью. На самом деле, если ты сам о себе не позабочишься, врач тут тебе, в общем-то, и не всегда сможет помочь. Поэтому ответственность надо в первую очередь нести за свое собственное здоровье самому. Для этого и придуманы все вот эти профилактические мероприятия, диспансеризация и так далее. Это не затрачивает очень много усилий своего, да, своих, там, прийти в поликлинику и пройти все необходимые тесты и обследования. Но, по крайней мере, ты будешь знать о том, что ты здоров. А если ты не очень здоров, то тебе помогут и подскажут, в чем нужно полечиться и как нужно сделать так, чтобы ты стал здоровым. Естественно, это развитие скрининговых методов обследования. Помимо того, что у нас будут новые методики лечения применяться, то на скрининг все-таки мы хотели тоже очень большое внимание уделить. И это вот именно, как уже говорил Евгений Александрович, это колоректальный рак. Также мы хотим внедрить все-таки скрининг на раннее выявление рака предстательной железы у мужчин. То есть это те локализации, которые мы действительно можем эффективно, качественно полечить. Кроме того, при поддержке Ассоциации онкологических учреждений Приволжского федерального округа и, в частности, главного онколога Приволжского федерального округа и Республики Татарстан Хасанова Рустама Шамилевича. Сейчас идет работа над региональной программой по онкологическому, как раз развитию онкологии службы онкологической в Кировской области. И в этой программе как раз упор делается в основном на развитие именно скрининговых методов обследования пациентов, чтобы для раннего выявления... Это перспектива скольких лет? Мы рассчитываем на то, что на три, возможно, на пять лет. И если все хорошо, при поддержке нашего правительства, возможно, в следующем году эта программа будет уже рассмотрена. Надо еще раз уточнить, даже при внедрении данных скрининговых программ оценить мы эти результаты не сможем сразу. То есть онкологические показатели, они в первую очередь опираются на выживаемость. Поэтому для этого нужны годы. Чтобы дать объективную оценку. Объективную оценку, да. То есть 3-5 лет. Вот это сроки для онкологии. А так изменения у нас замечательные. У нас информатизация произошла. То есть сейчас все у нас электронный регистратор, электронная очередь. Кругом для пациентов все улучшено. Наша поликлиника вошла в проект бережливой поликлиники. Отлажена маршрутизация. Пациенты находятся в очереди гораздо меньше, чем раньше. Электронный регистратор, электронная очередь функционирует. В стационаре работают модули аптека. Работают шаблоны медицинских назначений. Листов назначений. Поэтому уровень информатизации у нас растет. Может быть несколько провокационный еще вопрос. Может быть расширяться при таких-то планах? Может физически площадей еще не хватает? Хотелось бы еще. Это большая мечта. Мечты обычно воплощаются в реальность. Главное в это верить. В честь круглых дат им можно сейчас загадать о том, чтобы... Конечно. Давайте это будет наше желание, которое пусть сбудется. Еще один вопрос, наверное, последний. Ну, понимаю прекрасно, что работа врача-онколога – это бесконечный стресс, как и у многих других врачей. Но постоянная встреча с такими тяжелыми случаями, постоянное напряжение. Где отдушина у вас? Как вы поддерживаете себя в таком работоспособном состоянии, чтобы идти к пациентам и выполнять свой долг? Я, наверное, больше здесь скажу как хирург. Да, то есть, когда пациент приходит к тебе с жалобами, когда у него диагностируется злокачественное образование, неволе приходится с ним общаться в постоянном режиме, как с ним и с его родственниками. Проходит достаточно много времени, теряешься с пациентами в результате их бесед, проводишь операцию. Увы, это нужно делать. Общение, общение. Особенно с нашими пациентами. Да, то есть важно наладить контакт, потому что наши пациенты, они не всегда бывают в положительном эмоциональном состоянии. И тут очень важно тактично предоставлять пациенту информацию о своем заболевании. Очень большая отдушина для врача бывает, когда пациент поправляется после больших расширенных операций, когда пациент встает с постели больного, когда он реабилитируется и приходит к тебе на контрольную явку, например, уже не через три месяца, а уже через три-пять лет. И вот тут вы понимаете, что... Это самая большая благодарность, конечно, для доктора. Это самое главное, когда вот такая благодарность и видеть пациента живым и здоровым. Спасибо большое. Я присоединяюсь с тем поздравлением, которые прозвучали в начале нашей программы в адрес ваших коллег. Еще можете, кстати, добавить, если есть что добавить. Всех с праздником. Завтра у нас большое, как раз завтра у нас большое, торжественное событие. Завтра у нас большая научно-практическая конференция, на которую приглашены гости из Привозка, федерального округа. Приедут представители из Москвы, из Санкт-Петербурга. Затем у нас будет хорошая, торжественная большая часть, которая будет проводиться в Кировском драматическом театре. Будут присутствовать первые лица города и области. Ну и вечером будет замечательный вечер для сотрудников, для гостей с песнями, танцами. Всех приглашенных ждем. Спасибо. Всех, конечно, поздравляем. Обычные люди, наши врачи, в том числе. Долгих вам лет, здоровья, конечно же, тоже. Спасибо большое. Больших успехов, всего доброго. На этом программа «Слушайте, доктор» завершается. Наши гости Надежда Буркова, заведующая организационно-методическим отделом Кировского областного клинического онкологического диспансера и Евгений Глушков, главный онколог Минздрава, Министерства здравоохранения Кировской области. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Продолжение следует...